Джей Макшен, джазовый и блюзовый пианист, вокалист, композитор, руководитель оркестра, переехав в Канзас-Сити в 1930-х, наряда со своим приятелем, пианистом и бэнд-лидером Каунтом Бэйси, стал основателем стиля свингующего блюза, сильно приблюзованный джаз, ведомый свингующими духовыми, положенными на мощный и в то же время мягкий ритм, ярчайший представитель музыкальной сцены Канзас-Сити. Он в последние годы был и живой ее энциклопедией, завершая свои альбомы колоритными историями из ее богатой на события жизни, начав записываться более 60 лет назад, но и в нынешнем веке выпускал энергичные альбомы, оставшись последним и наиболее известным реликтом времен расцвета местной блюзовой сцены он хранил и приумножал ее славу. Биография детства и юность Джеймс Коломбас Макшен родился 12 января 1916 года в городе Москоги, штате Оклахома. Родители Джея были очень религиозными и небогатыми, они могли позволить себе оплатить уроки игры на фортепиано только для старшей сестры. Однако маленький Макшен просто слушал и узнавал, каким образом сестра извлекает звуки, играя дома на фортепиано, а позже в церкви на органе. Мальчик также часто пытался имитировать услышанное им по радио. Более всего Макшена впечатлили и вдохновили живые выступления. В чикагском Гранд Террейс хотел пианиста Эрла Хайнса. Так как родители были против увлечения Джея, ему пришлось уйти из дома. Таким образом музыкальная карьера Макшена началась в возрасте 15 лет. Джей начал гастролировать с саксофонистом Доном Байесом и несколькими группами с юго-запада страны. На технику игры Джей оказали влияние Томас Феттес Уоллер и Эрл Фаза Хайнесс. А что касается стиля, немногим позже Макшена поразил энергичный, глубоко блюзовый стиль игры Пита Джонсона и других мастеров буги-вуги. Джей работал в этом стиле и не изменял ему практически 75 лет. Однажды в 1936 году, по пути к родственнику Вамахи, он на два часа задержался в Канзас-Сити. Из-за пересадки с одного автобусного маршрута на другой, Канзас-Сити в то время был многочисленным, шумным, ярким, но в нем практически отсутствовали нормы морали, что создавало идеальную среду для расцвета ночных клубов и музыкальной активности. Этот город был открыт для всех, говорил Макшен в интервью газете «Чикаго Трибун» в 1991 году. Поэтому туда приезжали девочки-сутенеры. Понимаете, о чем я? Все были счастливы. Ночная жизнь бурлила, а музыка звучала фактически постоянно, вплоть до пяти или шесть часов утра. Случайный знакомый в одном клубе стал уговаривать его остаться. Как раз на тот момент у Джей не было денег, да и остановиться было негде. Знакомый вручил ему ключи от своей квартиры и помог найти работу в клубе. В Канзас-Сити Макшен стал своим человеком. Работу Джей Макшен нашел в течение двух дней. Стал выступать в трио с Элмером Хапкинсом и Оливером Тоддом. Кто бы мог подумать, что со временем в этом городе кузницы легендарных музыкантов Макшен станет ведущим пианистом и бэнд-лидером. В 1937 году как-то раз Джей проходил мимо клуба Канзас-Сити и услышал игру альт-саксофониста, да, такую, которую он никогда доселе не слышал. Молодым саксофонистом оказался 17-летний Чарли Паркер, оркестр Макшена и Чарли Паркер, приобретя достаточную популярность. Джей в 1938 году сформировал секстет, а в следующем 1939 году свой биг-бенд, игравший главным образом блюзы в таких заведениях Канзас-Сити как Сенчери Рум и Фэриленд Парк. В 1940 на радиостанции города Уичета, штат Канзас, Макшен с актетом из оркестра записали восемь пьес, которые не издавались вплоть до 1970 года. В этом актет и начал свою профессиональную карьеру никому неизвестный Чарли Паркер. Уже тогда, в 1941 году, в его исполнительской манере можно заметить черты стиля будущего великого новатора джаза. Пьесы являются первыми записями партии Чарльза Паркера. В 1941 году оркестр записал всего две сессии на фирме «Декко», так как оркестр в то время считался типичным блюзовым биг-бендом для танцевальных залов. Помимо Паркера оркестр Джей Макшена включал таких великолепных музыкантов, как басист Джин Рэйми, барабанщик Гас Джонсон, и саксофонист Пол Куиничет, блюзовый вокалист-шаутер Уолтер Браун и трубач Бадди Андерсон. В ноябре 1941 года в Далласе, штат Техас, оркестр Джей Макшена при участии Паркера записал такие хиты, как «Конфиссин Зе Блуз», «Хутис Блуз», «Джампин Зе Блуз», «Сепиан Баунс» и «Суинг Матизм». Также оркестром была сыграна собственная композиция Паркера у Эд Прайслав, которая позже вошла в одну из его значительных работ «Сюита Салаги». В то время оркестр конкурировал с биг-бендом Каунта Бэйси за звание самого горячего бенда Канзаса. В феврале 1942 года биг-бенд Джей Макшена приехал в Нью-Йорк и выступал в известном «Савы Балрум», чем снискал еще большую популярность аудитории. Согласно легенде, именно там произошло невероятное – концерт транслировался по радио. Играя соло в теме, Чироки Паркер так увлекся, что превысил все дозволенные временные рамки, но его импровизация была настолько впечатляющей, что представители радиостанции не решились прервать трансляцию и были вынуждены нарушить расписание работы станции. Отсюда и начался взлет Чарли Паркера, который, покинув оркестр, стал играть только со своим малым составом. Оркестр Макшена имел грандиозный успех и казалось, что прочно вошел в элиту биг-бендов эпохи свинга. Однако Вторая мировая война и запрет Петрилла сделали дальнейшее восхождение оркестра к вершине славы невозможным. Данный запрет, выдвинутый главой профсоюза музыкантов Джимсом Петрилла, состоял в законном приостановлении работы коммерческих студий грамм записей, вынуждающего их заключать справедливые, с финансовой точки зрения, контракты с музыкантами. С августа 1942 года вплоть до 1944 года была запрещена любая музыкальная звукозапись. Поэтому 2 июля 1942 года оркестр Джи Макшена сделал последнюю свою запись. Макшена, как и многих музыкантов, призвали служить в 1943 году в армию Соединенных Штатов, находившихся в состоянии войны с фашистской Германией. После войны демобилизовавшись в 1944 году, Джей вновь собрал биг-бенд и продолжал работать в клубах и балл-румах Нью-Йорка. Затем Джей переехал в Лос-Анджелес, где начал свое сотрудничество с Джимми Визерспуном. В период 1945-50-го годов они добились успеха в рамках стиля ритм-энд-блюса. В конце 40-х, когда для биг-бендов наступили тяжелые времена, Джей начал выступать с комбо, а в начале 50-х перебрался обратно в Канзас-Сити, где он открыл не слишком удачный бизнес по обслуживанию лимузинов. После большого перерыва и относительной безвестности он вернулся в музыку. В декабре 1957 года Макшен принял участие в записи Визерспуна на Лейбли и Арсия Виктор Макшен и кино. Макшен снялся в нескольких документальных фильмах, самым значимым из которых был «The Last of the Blue Divillas» лента 1980 года о конзасском джазе. Помимо прочего Джей стал героем документально-музыкального автобиографического фильма «Хути Блуз» а саундтрек «Нему», записанный в 2003 году, диск «Going to Kansas City», был номинирован на «Грэмми» в номинации «Лучший традиционный блюзовый альбом». Также Джей появился в одной из десяти серий сериала «Джаз» Кена Бёрнса 2001 года и документальном фильме «Клинт Эйствуда» 2003 года «Пиано Блуз», входящего в проект «Amscars» и «The Blues» зрелые годы. После своего европейского турне 1969 года Джей обрел второе дыхание и его карьера поползла вверх. Он начал часто выступать соло и как лидер различных по численности ансамблей, вокальные партии исполнял самостоятельно, ездил в туры, был званым гостем на многих джазовых фестивалях как в США так и за океаном. В 1972 году он удачно перебрался в Канаду, где записал около дюжины альбомов. 70-е, 80-е, 90-е годы были на редкость продуктивными. Его диски очень хорошо продавались. С новым молодым поколением слушателей пришла еще большая известность, а благосостояние росло. Где бы Макшен не записывался, будь Тоникс, Декка, Капитол Рекордс, Аладдин Рекордс, Меркьюри, Блэк Леон Рекордс и Марси Рекордс, Ви Джей Рекордс, Блэк Амп, Блу, Мастер Джазис, Саквилл и Рекордс, Санет, Старивилл, Атлантик, Суингтайм или Мьюзик Мастерс. Его игра всегда была подчеркнута душевной, эффектной, легко узнаваемый вокал звучал в классическом живом стиле. В 1987 Джей был принят в Blues Foundation's Hall of Fame, а в 1996 был удостоен пионер в арт от The Rhythm and Blues Foundation. Также в 1996 году совместно с гитаристом и продюсером Дюком Робби Лардом Джей записал альбом «Hutty's Jumping Blues», а тремя годами позже еще один великолепный диск «Steel Jumping the Blues» при участии Робби Ларда и Марии Молдор. Оба альбома были изданы на лейбле «Каннедиан Стани Плин». Джей Макшен всегда будет ассоциироваться со своим детищем – канзасским свинг-блюзом. Он был наделен крепким здоровьем и недюжиной силой духа, что позволило ему быть свидетелем материального и духовного признания своих музыкальных заслуг. Джей Макшена не стало 7 декабря 2006 года. Он умер в госпитале Святого Луки своей второй родины – Канзас-Сити, где прожил почти 70 лет, а всего лишь за год до этого он давал очередной концерт в Канзас-Сити. Альбомы и записи Кэппл Баш – Нью Уорлд 1972 – Going to Kansas City, Нью Уорлд 1972 – Men from Moscow – Джи Саквилл 1974 – Вайн Стрит Буги, Блэк Леон 1976 – Crazy Legas and Friday's Truth Саквилл 1977 – After Horace Старивилл 1977 – The Last of the Blue DeVilles Koch Jazzes 1978 – Атрибут Toffa's Waller Саквилл 1978 – Kansas City Хастель Саквилл 1980 – Tuxedo Junction Саквилл 1982 – Swingmatism Саквилл 1983 – Café Desco Pines Саквилл 1983 – Just a look Сэнсел Саквилл 1985 – Ermeel Спешал Саквилл 1989 – Paris All Star Блуз Атрибут Music Masters 1990 – Song Блуз Чи Саунд 1991 – Blue Pianos Vagabond 1992 – The Missouri Connection Резервуар 1996 – Warham Snowball 1996 – Piano Playhouse Night Train 1996 – Swing The Boogie Vagabond 1997 – Hotis Jumping Блуз Стайний Плейн 1998 – Havin Фун Саквилл 1998 – Me Bobby With The Black Dress Ча Роскера 1999 – Steel Jumping The Blues Стайний Плейн 2000 – Hotis Ча Роскера 2001 – Early Estbert RPG Jazzes 2003 – Going To Kansas City Стайний Плейн 2006 – Hotis Блуз Стайний Плейн Компиляции Компиляции 1998-1944-1944-1946 Classics 1999 – It's a Wonderful World Graph Note 2001 – Jay McShane And The Blues Singers 1941 – 1949 Эпо-музик 2002 – 19-40 1949 – Kansas City Баунс Эпо-музик 2002 – Hot Biscuits The Essentials Indigo 2003 – Jumping The Blues Пропер Пейрес 2005 – The Best of Jay Хути Макшен Конфессин The Blues Блуз Форевер 2005 – Солос Иамп Дайдс Аквилл 2006 – Kansas City Блуз 1944-1949 Акробат Фильмография The Last of the Blue Девилл С Хим Силов Soul of Light The Genius of Чарли Кристиан Хим Силов Иствут Афтер Хоррес Лайф От Карнеги Холл Хим Силов The Blues ТВ Сирис Хим Силов ха TY- Силов 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 ТВ